Сложная эпидемиологическая ситуация появилась всего несколько месяцев назад и почти сразу же изменила повседневную жизнь Гродницы. Социальная дистанция в полтора метра, обязательная обработка рук антисептиком и, конечно, защитные маски. Меры предосторожности стали настоятельной рекомендацией эпидемиологов для обычных людей и обязательным условием для представителей определенных сфер. Однако к такому ажиотажу не были готовы производители. Средств индивидуальной защиты в аптеках попросту не хватало, многие их скупали пачками. Сейчас, спустя время, маски можно купить в любом магазине или аптеке. Теперь мы получаем товар два раза в неделю. Ну и посетители уже не так часто спрашивают маски. В основном маски отпускаются оптовикам. В наличии в нашей аптеке около 20 тысяч масок и повязок. Аптека номер один находится прямо в центре города. Частично именно благодаря этому оборот защитных средств здесь по-настоящему большой. Во время пандемии маски могли разбирать всего за несколько часов. Сейчас, замечают сотрудники, такой проблемы нет. Да и покупатели все реже спрашивают этот товар. Признаться честно, носить защитные маски летом как минимум неудобно. Да и помогают ли они вообще? Ведь для того, чтобы защитное средство действительно сработало, ему нужно не только правильно использовать, но еще и грамотно выбрать. Сейчас в аптеках есть маски разного размера, цвета и формы. Однако, какое из этих средств защиты будет максимально эффективно? Вопрос действительно интересный. Разновидностей защитных масок много, но самыми востребованными сейчас являются одноразовые медицинские. Они служат всего два часа, затем обязательно утилизируются. На втором месте стоят многоразовые защитные маски. Они имеют сразу несколько фильтров, благодаря чему могут быть сначала обработаны, а затем использованы повторно. В центре внимания также находятся респираторы. Они отличаются наличием клапана, через который можно дышать. Но все же носить маску или нет – дело каждого. Заставить никто не может. Я считаю, что нужно носить маски в общественных местах, таких как поликлиника, торговые центры, где больше всего людей в скоплении. Я считаю, что это дело каждого. Если человек хочет носить маску, если он убежден, что ему это поможет, то, пожалуйста, пусть носит везде, где угодно. Но я считаю, что, например, это не помогает, потому что, если так брать, то каждые 10 минут ее нужно менять. И, как бы, этого в любом случае никто не делает. А одеть маску и говорить, типа, я хожу в маски, и меня коронавирус обойдет стороной – ну, это глупо. И действительно, необходимость носить маски не раз ставили под сомнение. Есть слишком много «но», которое нужно учитывать, когда вы надеваете это средство защиты. Например, не носить ее на подбородке, регулярно менять и не касаться руками при носке. Это защита. Это как преграда, да, которая нас защищает от возбудителя. Не только коронавирусного, а вообще возбудителя респираторных инфекций. Поэтому, конечно, иметь с собой всегда маску необходимо. И использовать ее, еще раз говорю, в закрытых помещениях тоже на сегодняшний день необходимо. И пусть ситуация с вирусом стала лучше, расслабляться все же не стоит. В результате в Беларуси за все время пандемии выявлено 68 376 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 63 425 пациентов. Умерли 577 человек. Анна Соловей, Андрей Шиповалов, Новости, Гродно+.